друзья всем привет вы на канале пестрецов shop и сегодня у нас на распаковочке очередные очки виртуальной реальности на сей раз bobo vr z5 и так мы до этого с вами открывали модельку z6 это у нас модель z5 ну что ж поехали описание очки виртуальной реальности bobo vr z5 оригинальная гарнитура виртуальной реальности bobo vr z5 это мост в мир виртуальной реальности с помощью очков вы сможете играть в видеоигры и смотреть фильмы с полной свободой ощущений bobo vr z5 является обновленной моделью погружение в виртуальную реальность эти очки поддерживают смартфоны от 4 и 7 до 6 дюймов наушники стереофонические hi-fi область зрения максимально равна 120 градусам фокус близорукости составляет от 0 до 600 диоптрий фокус дальнозоркости от 0 до 200 диоптрий расстояние между зрачками тоже можно регулировать 60-72 миллиметра в комплектацию входят очки виртуальной реальности bobo vr z5 руководство пользователя специальная салфетка для чистки так возьмем ножик давайте мы сейчас быстренько их откроем посмотрим по крайней мере уже есть с чем сравнить так ну сразу скажу по упаковке это у нас именно коробка там соответственно была такая накладка картонная да и там как бы коробочка задвигалась здесь это просто уже коробка но здесь у нас есть а также сертификат собственно сзади уже здесь более тут написано разные всякие функции сделано под очки то есть вы можете сделать стерео сраунд звук расширенное поле зрения от типа отличный комфорт небольшого размера и много всяких ресурсов что же давайте мы откроем и посмотрим здесь уже смотрите выглядит он немножко по-другому даже даже ручку сделали вот видите вам не схватиться чтобы выдвинуть это все дело так коробки у нас больше ничего нету давайте посмотрим что у нас тут такое так как и z6 у нас здесь такая же инструкция на листе а4 на русском языке далее идет у нас гарантийный талончик и у нас идет здесь очень приятно что уйдет тряпочка причем знаете не просто тряпочка да она упакована в отдельной пакетике кстати вот про это не сказал когда распаковывал именно очки z6 то есть но это очень приятно потому что все остальные производители кидают эту тряпочку просто так как будто узнать жрите здесь же все аккуратно так и здесь еще есть оригинальная инструкция от очков да там всякий qr-коды где можно скачать приложение и так давайте посмотрим саму маску так вот так вот она упакована кстати пакетик биоразлагаемые да дизайн не перестает удивлять здесь мы уже видим такой знаете тканевый дизайн если там был то ли кожу кожзам то ли кожа здесь у нас вот такая вот ткань то есть вот вы можете видеть да вот просто трогаешь поверхность у нас состоит смотрите здесь матовый пластик тут у нас глянец защищен он соответственно пакетиком так же как и во всех других шлемах виртуальной реальности линзочки у нас идут под защитой тоже бумажный вот и здесь идут наушнички у нас наушники у нас также имеют отклонение вперед-назад вот но этот шлем уже не складывается то есть он как есть так и есть вот сразу бы хотелось сказать у этого шлема нету сменной накладки как она была в шлеме z6 то есть это бы я отнес бы конечно к минусам да потому что когда вы сидите долго она начинает потеть запотевать то есть ее надо просушить здесь вот шлем он полностью сделан из ткани да вот не не читаем башур башур у нас сделаны из такой вот кожзама скорее всего это не кожа такой элемент дизайна непонятно зачем он почему почему именно другого цвета так и по всему эта кнопка тоже здесь у нас есть тоже три кнопки насколько видно не видно видно так и здесь у нас тоже здесь у нас уже регулируется межзрачковое расстояние так а это у нас регулируется да можно здесь посмотреть по маске знаете она выезжает прям в толщину в такую целиком двигается весь корпус то есть если у нас в шиниконе там двигались непосредственно линзочки здесь у нас отдаляется сам телефон от линзочек так давайте его откроем так здесь уже сразу могу сказать да здесь у нас уже идет проводное соединение вот она сделана на очень жесткой пружине то есть вот насколько можете видеть здесь пару резиновых прокладок поле зрения как и всех составляет 120 градусов вот но здесь у вас уже джек то есть если вы допустим обладатель какого-то последнего айфона да то вам нужно будет переходничок банально чтоб просто подключить звук так он просто работать не будет так давайте я сейчас просто проверю восьмерку опять я захожу в наш любимый youtube набираю что мне нужно видео 360 давайте парашюты поставим так вот мы зашли в видео 360 так ну что ж друзья я вот взял другой телефон да потому что меня чуть айфон не не контактит с ютубом здесь мы собственно говоря ищем любой и ютубовский контент можно набрать просто 360 vr и посмотреть что там есть и соответственно те видео которые поддерживаются у вас шлемом имеют вот такой вот значок вот он отображается как будто линзочки я нажимаю и телефон переходит в режим для двух глаз вот насколько вы можете видеть то есть сейчас изображение дублируется с небольшим там смещением чтобы сделать как бы стереоэффект далее что мы делаем мы просто вставляем телефон согласно инструкции он просто в коробочку я так понимаю здесь он просто зажимается зажимается он пружинкой да и у этого телефона кстати говоря кстати говоря есть коннект коннектор для наушников хочу сказать так давайте в эту сторону так вот сделаем давайте попробуем но так изображение есть признаюсь честно да конечно угол обзора у этих у этой гарнитуры побольше конечно будет чем уж и никона все сделано здорово так я сейчас хочу посмотреть нижняя кнопка что она вот можно регулировать звук он кстати регулируется все нормально регулируем межзрачковая тоже очень удобно сделано так и допустим мне нужно отрегулировать я вот без очков сейчас да хотя я в очках очень сижу до регулируется собственно фокус так и там еще была какая-то у нас кнопочка за что-то она отвечала кнопочка который touch screen или как она должна быть а вот ее судя по всему тут нету может возможно сейчас секунду посмотрю нажимаю все наверное нету да друзья наверно нету тут именно кнопочки вот которого touch screen вот а без нее хочу сказать вот будет тяжко да то есть это мне нужно будет постоянно телефон вытаскивать и смотреть вот но хочу сказать очень достаточно так удобно сидит на переносицу ничего не жмет насколько вот можно видеть хотя конечно вы тут не видите за кадром я просто сейчас пытаюсь вот нету такого как уж и никона было уж и никона прокладка довел мне на переносицу что было не очень приятно сам вот этот материал он будет очень хорошо впитывать влагу после чего конечно вам надо будет сушить собственно говоря маску вот ну вот наверно и все что можно сказать об этом шлеме так давайте сейчас вытащу телефончик наш так ну давайте подведем итог такой вот можно сказать да хорошо что у него есть межзрачковые расстояние можно регулировать это это большой плюс фокус не у всех просто шлемов есть регулировка фокуса но но первое тут нельзя фиксировать телефон хотя данная крышка имеет неплохое усилие пружины до который держит ваш телефон не знаю что лучше закреплять конечно это надежнее или же вот соответственно этот в любом случае вы же по улице не будете с ним ходить то есть или но хотя с другой стороны вы можете очень резко вертеться там какие-то страшные игры играть вот далее здесь у нас трех лучевой ремешок вот он в принципе он неплохо справляется со своими функциями этот ремешок вот так же как и у z6 и уши никона второй версии все это прям одинаково вот удобно что наушники можно обгинать вперед-назад то есть это кому как удобно у всех же анатомия разная вот единственное из минусов сразу скажу да нету здесь соответственно прокладочки которые можно поменять в случае чего да если она намокнет то после вас я думаю вряд ли кто не будет сидеть посмотреть честно говоря вот это все мягкое тоже очень непонятно как насколько этого всего долго хватит вот ну а так в принципе принципе и все вот если мое мнение да то наверное моделька z6 это наверное самое самое вот что есть лучше сейчас на рынке вот если выбирать между этим и шине к нам вот я наверное все таки выберу бабу vr z5 потому что наверное по качеству они все-таки получше будут конечно здесь есть свои минусы да но здесь очень большое поле зрения очень большое поле зрения это доставляет огромный комфорт в принципе перекрывая все остальные минусы да и мне вот на переносицу здесь ничего не давит то есть в принципе очень неплохо сделано вот хотя имеются какие-то минусы да ну вот в принципе все что я мог сказать об этом шлеме что друзья ставьте лайки кому понравилось дизлайки кому не понравилось всем спасибо с вами был дмитрий на канале пис рисов шоп спасибо пока